МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ТВЛ. И прямо сейчас о самом главном. Счетная палата России проверит рациональность использования бюджета для платных социальных услуг. По итогам мониторинга в стране может существенно сократиться число интернатов и домов престарелых. Проверка счетной палаты начнется в марте и продлится до июля. В результате власти могут сконцентрироваться на надомной помощи пенсионерам и отказаться от стационарного обслуживания в интернатах и домах престарелых. Как пояснила аудитор палата Владимир Катыенко, стоимость надомных соцуслуг на одного человека в год составляет около 26 тысяч рублей, а в стационарах порядка 193 тысяч рублей. Проверяющие оценят работу мобильных бригад и соблюдение сроков очередности на социальное обслуживание и сделают вывод, насколько эффективно тратятся казенные средства. С 14 по 21 марта на территории обслуживания ГИБДД МВД России Павлопосадский произошло 37 дорожно-транспортных происшествий. Из них 10 ДТП в городском округе Электрогорск и 27 ДТП в Павлопосадском муниципальном районе с материальным ущербом. Также сотрудниками ГИБДД пресечено 286 нарушений правил дорожного движения. На территории Московской области с 14 по 20 марта проводился оперативно-профилактическое мероприятие «Ребенок, пассажир, пешеход». По итогам было выявлено и привлечено к административной ответственности 12 водителей, которые нарушили требования к перевозке детей. Также было пресечено более 60 нарушений ПДД, совершенных пешеходами, в том числе и несовершеннолетними во время перехода проезжей части в неустановленном месте. А с 28 марта по 10 апреля на территории Павлопосадского муниципального района и городского округа Электрогорск будет проводиться комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Весенние каникулы». Деятельность антинаркотической комиссии Электрогорска обсудили на плановом заседании, прошедшем в актом зале администрации. Представители отдела безопасности администрации, управления ФСКН, полиции, управляющих компанией города, ЖКО, СНТ и заместители по безопасности муниципальных образовательных и спортивных учреждений собрались на плановое заседание антинаркотической комиссии обсудить следующие вопросы. О деятельности антинаркотической комиссии в городском округе Электрогорск Московской области в 2015 году. Второй вопрос. Об осуществлении взаимодействия между сотрудниками правоохранительных органов, руководителями жилищно-коммунального хозяйства и гаражных кооперативов по линии борьбы с организацией или содержанием притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. И дополнительный вопрос у нас третий. Об участии муниципальных учреждений городского округа Электрогорск, а также всех заинтересованных в решении проблемы профилактики негативных явлений среди молодежи в цикле бесплатных профилактических вебинаров, проводимых в Уф по профилактике и реабилитации больных наркомании Нарком. О деятельности комиссии за 2015 год отчитался специалист отдела безопасности администрации. Тем не менее, на территории городского округа остается еще много факторов, которые способствуют распространению незаконного употребления наркотиков и курительных смесей. На основании мониторинга наркоситуации по итогам 2015 года антинаркотическая комиссия в городском округе Электрогорск пришла выводу о том, что намеченные программы мероприятий в целом выполнены, но цели и запланированные результаты достигнуты не в полном объеме. Количество выявленных преступлений и правонарушений в связи к незаконному обороту наркотиков увеличилось в сравнении с 2014 годом. По основным показателям, в соответствии с критериями оценки развития наркоситуации, ее состояние ухудшилось, что позволяет сделать вывод, на что приоритетным направлением в этой работе по-прежнему остается наращивание усилий всех членов антинаркотической комиссии в городском округе Электрогорск по реализации комплекса организационных и практических мер, направленных на неукосительное выполнение принимаемых собственных решений. На комиссии было принято решение о весенний период провести добровольное диагностическое тестирование на употребление наркотических веществ среди старшеклассников. Также на заседании присутствующие заслушали доклад начальника третьего отдела второй службы управления ФСКН по городам Павловский посад и Электрогорск. Начал я работать в 2014 году со своей командой. За весь 2014 год нашим отделам было изъято около 200 грамм наркотиков. В основном это были опиоидные наркотики героин. То в 2015 году, уже наращивая силы, подключая агентуру и всевозможные усилия оперативные, мы изъяли более 11 килограммов наркотиков. То есть цифры говорят сами за себя, да? В процессе заседания были заданы актуальные вопросы. Там, значит, вот как перешли мы железную дорогу, с одной стороны, значит, начинаются гаражи торфяника, а с другой стороны этой тропиночки прямо смотрят на железную линию, идут погреба. И вот, значит, если я вот не посчитала, какой-то погреб, может быть, восьмой вот с краю, постоянно крутятся там какие-то мужики. В летний период там вот пахнет именно не то, что каким-то алкоголем, а вот какой-то подозрительный, как вы говорите, вот запах. Такой вот, видимо, что-то там они варят. И, видимо, сами же и потребляют, потому что к концу там дня, или когда они это употребляют, там просто лежат какие-то тела. И я вот так вот иду, смотрю, лежат какие-то прям обнаженные тела, видимо, они это уже употребили и лежат. Вот это вот место надо проверить. Заместитель начальника электрогорского отдела полиции отметил важность взаимодействия правоохранительных органов с жителями и представителями ЖКО, СНТ и гаражных кооперативов. Взаимодействие с правоохранительными органами, то есть с нами, это всегда важно, в частности, сейчас на Кафе это себе вывод сделает. Мы проводим совещание, да, не совещание, а сейчас достаточно интересная информация до нас доведена. Скажем, не собирались бы вместе, и, соответственно, все остальные, может быть, копили бы в себе информацию, но до нас-то не доводили. Мы все-таки открыты, максимально стараемся общаться с людьми. Приходите, пожалуйста, сообщайте о данных фактах. Не нужно проходить мимо. Обсудив все волнующие вопросы и наметив пути их решения, заседание подошло к концу. Сегодня утром депутат Московской областной думы Владимир Пекарев и депутат Совета депутатов городского округа «Электрогорск» Роман Тикунов провели прием граждан. Подробнее прямо сейчас. Партия «Единая Россия» и депутат Московской областной думы Владимир Пекарев провели прием граждан в общественной приемной. Хочу начать с того, что я хочу вас пригласить на мероприятия городские, которые пройдут у нас в городе 13 мая. Будут они связаны с 30-летием аварии на Чернобыльской области. В плане наших мероприятий это урок мужества, который мы проводим ежегодно со школьниками старших классов. У нас собираются все школы, плюс наше училище, теперь уже колледж, открытие памятника. Будем награждать участников техногенных и радиационных катастроф. И в заключение этого большого дня это у нас пройдет ежегодный конкурс «Я вижу мир». Жители города обращались к депутатам областной думы Электрогорска с самыми различными пожеланиями и просьбами. Вот где они делают ямочный ремонт, из года в год. Из года в год они появляются. То есть вот где только 5 ленком, да, ленком. Там вот такая вот. И вот на Ленинску поворачивание, где к школе, да, там вот такая сейчас яма там, да. И из года в год эта яма, ее потом, потом ее делают, да. Только в ноябре месяц. В ноябре месяц. И колодок в грязь. В грязи что-то делается? Конечно, вверх все нормально. Пришедшие на прием граждане донесли до депутатов свои пожелания и замечания и получили по всем вопросам компетентные ответы и разъяснения. С вами была Анна Шевальна. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин